Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Синебок. Впервые в истории округа откроют первый Я-класс. Он появится в Сургутской школе номер 9. Это новостройка, которая в сентябре заработает на полную мощность. В учреждении три корпуса. Здесь уже сформировали 31-х классов. Хоть букв в русском алфавите 33 использовались для маркировки не все литеры. Так, например, не будет первого И-класса. Также в черный список попали И-краткое, Й-твердый и мягкие знаки. Руководство школы думает исключить и первый Щ-класс из-за неудобства в произношении. Недостающие буквы заменят дублерами классических литер. Например, будет первый А и А1, Б и Б1 классы. 30 групп первоклассников. Это абсолютный рекорд в Югре. В Сургуте даже составили рейтинг по количеству созданных первых классов. На втором месте топа лицея Хисматулина. Здесь сформировались 17 групп. На третьем школа Перспектива. Там их 12. А всего в городе успели собрать 262 первых класса. И это еще не предел. В учебных учреждениях продолжают принимать заявления на зачисление от семей, которые недавно переехали в Сургут. Статистика такая цифра, которая меняется ежедневно. Поэтому, конечно, сегодня говорить мы планируем 6700 первоклассников. Но это еще не предел. Потому что каждый день практически подаются заявления. Очень много приезжает к нам из разных городов, из разных республик. Всегда говорю о том, что город Сургут является привлекательным городом Хантамансийского автономного округа. Всем школьникам-новичкам при этом обеспечат одинаковые условия. В частности, занятия в первую смену. Все образовательные учреждения на 100% готовы к учебному году. За лето там успели провести ремонт, доукомплектовать штат педагогов и обновить оборудование. В одной из школ Сургута появится 3D-лаборатория. С помощью специальных очков дети смогут изучать, например, строение человеческого тела. Выпускники сургутских школ чаще всех поступают в ведущие вузы страны. Об этом говорит рейтинг. Его составило агентство РАЭКС. В ТОП-10 по успешности выпускников вошли учебные заведения пяти городов округа. На первом месте Ханты-Мансийск и его физико-математический лицей. На втором месте Сургутяне, гимназия-лаборатория Салахова. На третьем месте Нижневартовский лицей. Отмечу, что в десятке лучших по количеству доминируют сургутские школы. Их тут 5 из 10. Замыкают рейтинг лицей Югорска и гимназия УРАЯ. Добавлю оценку. Агентство составило по результатам приемных компаний вузов 2020 и 2021 годов. 175 школьных наборов отправили сегодня из Ханты-Мансийска на Донбасс. Помощь собрали в рамках партийного проекта «Единая Россия. Собери ребенка в школу». В набор входит рюкзак, канцелярия и другие необходимые в учебе вещи. Помимо школьных наборов в ДНР и ЛНР отправилась большая партия книг. В общей сложности 11 тысяч. Это художественная научная учебная литература. Отмечу, что все это собрали жители Югры. Книги пополнят фонды библиотек Донбасса. На освобожденных территориях практически нет книг на русском языке. Поэтому это очень актуальная тема. Мы отправляем книги уже второй раз. Первый раз мы отправляли 9 тысяч книг. Поэтому вся необходимая помощь и в дальнейшем будет продолжаться. «Единая Россия» всегда готова нуждающимся поставить свое плечо. Россия и Югра своих не бросают. В Югре на няню теперь можно тратить материнский капитал. Как сообщает издание «Местное время», пенсионный фонд уже начал принимать такие заявления. Маткапитал можно тратить на оплату частного детского сада, школы и услуги няни. Раньше это разрешалось лишь для оплаты услуг юридических организаций. Теперь это распространяется и на физические лица, если у них есть статус ИП и лицензия на образовательную деятельность. Оплата услуг предпринимателей практически не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом на обучение или уход. Родителям нужно предоставить в пенсионный фонд два документа. Непосредственно само заявление и заключенный с ИП договор на оказание услуг с расчетом стоимости. Должность стоматолога-ортопеда в Сургуте возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. Его составили эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Представителю медицинской сферы предлагается зарплата от 400 до 700 тысяч рублей. Кроме внушительного жалования потенциальному сотруднику, работодатель готов обеспечить хорошую квартиру на первый месяц и оплатить авиаперелет. Вторую строчку рейтинга заняла вакансия начальника управления капитального строительства с зарплатой 295,5 тысяч до вычета налогов. На третьем месте предложение для бурильщика с жалованием от 256 тысяч рублей до вычета налогов. Отмечу, средняя зарплата вакансий в Югре составляет более 59 тысяч рублей. В Югре услугами сервиса учеба онлайн воспользовались больше 350 человек. Бесплатная дистанционная площадка создана для россиян с высшим или средним профессиональным образованием. На онлайн-платформе можно повысить свои IT-компетенции, а также стать участником федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Для этого нужно освоить курсы по одному из трех направлений – основу цифровой грамотности, обработка персональных данных или основу цифровой трансформации. Также пользователям доступны несколько отраслевых программ, таких как переговоры, деловые коммуникации, менеджмент и маркетинг. Отмечу, выпускники получают электронные удостоверения о повышении квалификации. В Нижневартовске пенсионеров приглашают на курсы университета третьего возраста. С 2011 года для пожилых людей проводятся занятия по цифровой и финансовой грамотности, по правовым знаниям и ОБЖ. По каждому направлению предусмотрено не более 20 мест. Занятия включают в себя не только лекции, но и экскурсии, тренинги, практикумы. Площадь лесных пожаров в Югре растет. Сейчас объято огнем почти 7 тысяч гектаров. Это 32 термоточки. Снова горит заповедник Малая Сосьва. Сейчас пожары тушат 444 человека. Им на помощь спешит лесной спецназ из других регионов страны. Уже сейчас бок о бок с югорчанами работают сотрудники авиабазы Свердловской области. В ближайшее время прибудут специалисты из Хакасии и Красноярского края. Добавлю, на пожарах задействовано 10 единиц наземной техники, а также 12 самолетов и 7 вертолетов. Специалисты уверяют, что большинство возгораний носят природный характер. Сухие грозы всему виной. При работе вертолетов с водослевными устройствами на кромку доставлено 193 тонны воды. Обработано 4,1 километра кромки. За прошедшие сутки ликвидировано возгорание вблизи населенного пункта Сергина на расстоянии 1 километра. Причины возгорания человеческий фактор. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики в настоящий момент нет. Силы и средства МЧС России переведены на усиленный вариант несения службы. На территории города Нягань и Октябрьского района работает оперативная группа главного управления МЧС в составе трех человек с применением беспилотного летательного аппарата. Подъезд повышенной горимости. Есть такой в Покачах. В одном и том же доме постоянно горит имущество. Жильцы многоквартирника подозревают, что кто-то хулиганит намеренно. Последний инцидент случился на улице возле подъезда. Дорогую коляску оставили буквально на пару часов. За это время кто-то поджег короб детского транспорта. Жильцы с первого этажа почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Впрочем, принюхиваться к дыму стало уже привычкой у жильцов дома. Здесь постоянно что-то горит. Доказывают эти слова закопченные стены подъезда. Покачевцы собираются ставить камеры видеонаблюдения, чтобы выявить серийного поджигателя. Первая сгорела моя коляска. С первого этажа ее подняли на вторую и кто-то сжег. А вторая это был велосипед. Сожгли мои соседки в моем коридоре. И вот сегодня мы на первом этаже живем. И сегодня вот сгорела коляска еще одна, но возле подъезда уже. Причины возгорания, они бывают разные. То есть это может быть и детская шалость, это может быть умышленные действия лица. Поэтому рекомендуется оставлять, хранить этот инвентарь у себя дома. Так как нет никакой гарантии в случае хранения велосипедов и колясок в подъездах, на лестничных клетках. Также и на улице не гарантируют безопасность и сохранность этого имущества. 566 новых случаев коронавирусной инфекции. В Югре за последние сутки выросло число заболевших. 200 таких пациентов проживают в Сургуте. Больше сотни заразившихся в Ханты-Мансийске. Третий в этом антирейтинге Нижневартовск. Здесь 59 человек подхватили ковид. Лучше всех дело обстоит в Мегионе. Там один новый случай заболевания. На момент выявления практически у всех пациентов наблюдались признаки ОРВИ. У трех обнаружена пневмония. Четверо болеют бессимптомно. Батарейкам в желудке не место. Зарядиться энергией попытался 10-месячный ребенок. В детскую окружную больницу Нижневартовска малыша привезли родители. С помощью рентгена в пищеводе обнаружили предмет круглой формы. Специальными щипцами врач удалил две батарейки. Они пробыли в организме недолго, поэтому не успели нанести серьезный вред. Сейчас малыш восстанавливается в отделении хирургии. За прошедшее лето практически каждую неделю в учреждение поступало по два ребенка с инородными предметами в пищеводе, желудке, кишечнике и бронхах. Только за неполный август специалисты приняли 8 детей. Чаще всего они глотали монеты, шурупы, булавки, детали конструктора, колпачки от ручек. Но самое опасное в этом списке батарейки. Их содержимое вступает в контакт со слизистой и начинается химическая реакция, которая может привести к глубоким язвам. Югорский биатлонист Алексей Вагин завоевал бронзовую медаль на первом этапе Кубка Содружества. Соревнования по летнему биатлону сейчас проходят в Сочи. Накануне спортсмены бежали спринтерские гонки. Первыми на старт вышли мужчины. Быстрее и точнее всех на дистанции был Антон Бабиков. Он преодолел 10 километров с двумя чистыми огневыми рубежами за 23 минуты и 44 секунды. Эдуард Латыпов также отстрелял на ноль, но догнать земляка не смог, отстав на 29 секунд. Третье время показал югорчанин Алексей Вагин. Он допустил один промах на первом рубеже, но смог показать хороший ход и оказался в призах. В женском спринте югорчанки до медалей не добрались. Лучший результат у Екатерины Носковой. Она седьмая. Завтра биатлонисты выйдут на старт гонки-преследования. Сборная Югры по водному полу потерпела первое поражение на Спартакеаде сильнейших. Обидчиком вышла команда из Москвы. Накануне ватерпольные дружины встретились в полуфинале. Команды показали равную игру, но успех улыбнулся москвичкам. Решающим вышел второй период. Там-то хозяйки воды и ушли в отрыв. Эта восьмиминутка завершилась со счетом 3-1 в пользу соперниц. Остальные три игровые отрезка закончились с одинаковым счетом 2-2. Итоговый счет 9-7. Сборная Москвы выходит в финал турнира. Югорчанки сыграют за бронзу. Решающие поединки пройдут сегодня. Отметим, что за сборную Москвы играет экс-вратарь ватерпольной команды Югра Светлана Степахина. В матче за третье место подопечные Владимира Федорина встретятся со сборной Нижегородской области. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале Югра.